Привет, это Марк Бартон. Рад, что вы смотрите это видео. Сегодня поговорим на удивительную тему. О чем думают мужчины на первых свиданиях с женщиной? Как бы забраться к ним в голову, для того, чтобы понять и определить, о чем он там размышляет, какие у него планы, какие мысли, какие цели, какие чувства, какие эмоции он проживает. Вот сегодня я попробую приоткрыть занавес и немножечко вскрыть черепную коробку нас, мужчин, для того, чтобы вы изучили, что там находится. Вот прежде чем мы более подробно поговорим на эту тему, я приглашаю вас пройти бесплатную регистрацию на онлайн-курс «Я такая одна, удобная или уникальная». Ссылка находится в описании под этим видео. Сразу после просмотра этого ролика регистрируйтесь и присоединяйтесь к сотням тысяч, а вы не ошиблись, уже около 200 тысяч женщин прошли эту программу, поэтому вы можете быть одной из тех, в чью жизнь придут явные перемены и изменения к лучшему. Итак, вы познакомились с мужчиной, он вам понравился, вы видите и чувствуете, что вы понравились ему тоже. Женщина уникальна тем, что очень много фантазирует, очень много предполагает домыслов, читает мысли и так далее. Это в принципе нормально, так заложено природой. И если бы этого не происходило, ну, наверное, вы бы были в большей степени похожи на мужчин, нежели на женщин. И вам, конечно же, интересно, о чем думает мужчина, который вам понравился, который пригласил вас на свидание. Ну, я разные мнения слышал от разных девушек, от разных женщин. Кто-то верит и надеется, что мужчина хотел бы построить очень серьезные отношения. Прям вот пришел на свидание, и в женщине, которую он перед собой видит, он уже видит будущую жену, мать своих детей. Кто-то верит в то, что мужчина пришел в жизнь для того, чтобы решить какие-то проблемы женские. А кто-то верит в то, что мужчина привлекся на красоту внутреннего мира, внутренней гармонии женщины. Все это, конечно, очень здорово и прекрасно. Но я предлагаю все-таки эту тему рассмотреть в таком более правдивом формате и не пытаться друг друга обманывать. Я буду называть вещи своими именами, а вы, пожалуйста, уже делайте выводы. Мы с вами прекрасно понимаем, что взаимодействие двух людей не происходит просто так. Когда включаются органы чувств, естественно, работают мозговые центры, гормональная система, которые подают определенные сигналы. Какие сигналы? Там начинают бурлить гормончики, которые подталкивают мужчину к тому, чтобы он вел себя более активно. Женщина начинает превращаться в такую игривую кошечку, а он в такого самца. И для чего это все? Для того, чтобы посидеть и поговорить о биржевых котировках, обсудить цены на нефть, конечно же, нет. Мужчина приходит на свидание с женщиной только лишь с одной целью. В максимально короткий промежуток времени затащить ее. Как вы думаете, куда? В ЗАГС? Нет. В бутик Эрме, чтобы купить ей сумку? Нет. В постель. Да, вы не ошиблись. В постель. Основная задача мужчины на свидании сделать все возможное, чтобы вы как можно быстрее оказались в его постели. И здесь вы, конечно, можете сказать, Марк, что вы такое говорите? Я встречала других мужчин, и вот я даже им задавала такие вопросы. Ты, наверное, меня хочешь? Да нет, что ты? Мне с тобой просто интересно общаться. Я могу так сказать. Здесь можно просто предполагать. Этот мужчина либо импотент, либо он гей. Ну, не знаю еще какой вариант. Может, ему что-то там оторвало. Не на ту мину наступил или еще на что-то. И лишился своего достоинства. Абсолютно здоровый мужчина, который находится рядом с женщиной, на свидании хочет с ней переспать. Поэтому в тот момент, когда вы сидите и показываете ему свои детские фотографии, где вы с бантиком стоите возле елочки и рассказываете стишок, или где вы рассказываете своему мужчине про своего любимого попугайчика Кешу, про котика, который в вашей жизни был, про золотую рыбку, которую бабушка нечаянно спустила в унитаз, и он вам вот так делает «да, да», и даже говорит «да ты что?» Я тебя так прекрасно понимаю, это опять же все для того, чтобы вы оказались с ним в постели. В то время, как вы рассказываете ему о том, как вы учились, в его голове происходит примерно следующее. Он думает, слушай, куда бы ее пригласить? Так, гостиница? Гостиница не поймет. Скажи, что я шлюха какая-то, меня по гостиницам тягать. Так, 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 к ней вообще не вариант, не вариант. Скажи, что я к себе знакомых и незнакомых мужчин не приглашаю. Так, подожди, подожди. Ко мне? А как ее заманить к себе? Потому что у меня собачка не кормит. О, у меня собачка не кормит. Ты знаешь, какая у меня собачка? Точно! У тебя была рыбка, у тебя был попугай, у тебя есть кот, а у меня есть собачка. Хочешь, покажу? Достает телефон, показывает фотографию, ее нужно покормить. Поехали, покормим собачку. Ты подождешь в машине, я поднимусь, покормлю. Почему я привожу эти примеры? Мужчина действительно движим гормонами. Мужчина движим сексуальной энергией. Он не планирует создавать с вами семью. Он с вами только познакомился. Он знать не знает, кто вы. Он даже не предполагает, какая вы. Он не знает о никаком вашем внутреннем мире. Его основная задача – это сблизиться с вами. Почему именно через сексуальную близость с вами он почувствует себя самым настоящим самцом? Он почувствует себя победителем? К сожалению, в современном мире это самый простой способ для мужчины почувствовать себя вот таким вот сильным и признанным. Если мы с вами вернемся на 500-1000 лет назад, там признание мужчины было немного иным, то есть происходило в другом формате. Мужчина появлялся на свет, воспитывался возле других мужчин, брал с них пример, осваивал какое-то ремесло, либо военное дело. После этого проходил обкатку в бою, либо занимался какими-либо делами полезными, охота, рыбалка, земледелие и так далее. Добивался результатов и, образно сказать, возвращался в свой социум, возвращался туда, в общество, в свою общину уже признанным в чем-либо. И ему не нужно было доказывать никому вокруг, что он мужчина, что он самец, что он победитель. Сейчас очень распространено становление мужчины рядом с женщиной. Понятно, что мы живем в другое время и от этого никуда не уйти. Это будет сегодня, будет завтра, и будет послезавтра, и через сто лет. Поменялись времена. Но говорит ли это о том, что женщина должна прогнуться под вот эти перемены и позволить мужчине быть таким приспособленцем, если мягко сказать? Конечно же, нет. Еще один очень важный момент. А стоит ли женщине разочаровываться после того, что я сейчас сказал? После того, что вы узнали, что оказывается мужики, я думаю, да вы так это прекрасно знали без меня. Мужчины думают только о том, как с вами переспать. Все. И здесь, конечно, вы можете сказать, Марк, наверное, вы говорите сейчас про недостойных мужчин. Да с какого перепугу? С чего вы это решили? Я говорю про всех мужчин. Про достойных, про недостойных, про батюшку в церкви, про депутата, про сантехника, про водителя такси, про психолога, про кого угодно, про президента. Вы что думаете, эти люди, встречаясь с женщинами на свиданиях, думают о том, как им там грехи отпустить? Или как доставить ее до дома со скидкой? Нет. Они думают только об одном. Говорит это о том, что они недостойны? Не говорит. И здесь очень многое зависит от женщины. Если женщина в этих отношениях действительно на первых этапах знакомства показывает мужчине свою доступность, если она говорит ему о том, что да, в принципе, ты можешь мной воспользоваться, просто потому, что ты появился рядом, мужчина такое же отношение и транслирует в дальнейшем. Здесь много уже я говорил об этом, Марк, мы там живем в 21 веке, сейчас поменялись времена, то поменялось, это поменялось. Слушайте, ну, если так рассуждать, и вы такие грамотные и умные, мне хочется задать вопрос, у вас какие-то есть сверхспособности, чтобы определить мужчину, который напротив вас? Может быть, он шизофреник, а может быть, вы окажетесь с ним на территории, где никого больше не будет, кроме вас, и он проявит себя как сумасшедший человек, а может быть, он болен, а может быть, он нездоров, а может быть, он вообще с психическими отклонениями, никогда не задумывались, с кем вы в постели ложитесь? Или вы думаете, что это так все мимо пролетает? Меня удивляют всегда люди, которые верят в силу Wi-Fi, но не верят в то, что между людьми может происходить энергообмен какой-то. Нужно задуматься об этом. Так вот, когда вы приходите на свидание с мужчиной и пытаетесь с ним говорить о высоких материях, знайте об этом. Но при этом не спешите играть роль недоступной девы. Это одна из ошибок женщин, которую вы допускаете в общении с мужчиной. Как только вы начинаете чувствовать, что мужчина хочет от вас близости, а он же намекает в прямом смысле слова, ну мы же современные люди, но рано или поздно это случится, а вы ему, ну я на первом свидании не даю, на втором только, или на третьем. Это маразм, правда? Почему мужчина больше не появляется в жизни той женщины, которая ему жестко, конкретно говорит о том, что секс с ней возможен только после свадьбы? Или после того, как он своими поступками и действиями покажет ей, что он настоящий мужчина? Он еще не понимает, за кого он должен воевать, он еще не понимает, за кого он должен проявлять себя, для кого проявлять себя. И когда женщина отказывает мужчине, он перестает себя чувствовать самцом рядом с ней. То есть он вам намекает на секс, а вы его раз, и от себя подальше. Она меня не воспринимает, как мужчину. Зачем мне с ней общаться? Зачем мне на нее тратить время? Пойду к той, которая меня воспринимает, как мужчину, и уходит. Какую я рекомендацию даю? Играйте. Не лицемерьте, не манипулируйте, а играйте. Давайте по-честному. Вы что, не хотите секса? Конечно, хотите. А вы что, пошли на свидание с человеком, с которым потенциально бы не занялись сексом? Конечно, нет. Вот не обманывайте ни себя, ни меня, никого. Женщина идет на свидание только с тем мужчиной, с которым уже вступила в близость. В своих мыслях. Она уже с ним переспала. Вы не пойдете на свидание с человеком, с которым не представляете сексуальной близости. У вас есть свой сексуальный фильтр, у мужчин свой. Вы идете на свидание, только ответив себе на вопрос бессознательно. Могла бы я с ним быть, или не могла? И вы приходите на это свидание, представляете? И начинаете врать и самой себе, и ему, говоря о том, что нет, я не хочу там близости только после свадьбы. А если вот честно, отбросить все вот эти правила, отбросить мораль, нравственность, налетели бы на него сейчас? Конечно, налетели. Так вот, научитесь играть. А что значит играть? Слушайте, ну как-то объясните мужчине, слушай, ну я тоже люблю секс. Ты вообще здрастная кошечка. А ты любишь игрушечки? А ты хочешь, чтобы я к тебе зашла с плеточкой? А ты хочешь, чтобы я тебе это, хочешь, чтобы я тебе то? А ты знаешь, как мне нравится? То есть, как бы покажи мужчине, что ты увидела в нем самца, увидела в нем сильного, увидела в нем мужчину сексуального, признала его сексуальность, не отчекрыжила ему яйца, а как бы сказала, да, я чувствую их, я их вижу, я не против, я тоже хочу, мне нравится, я люблю шалости, игрушки, страсть, легкий разврат. Почему нет-то? И в этот момент просто паузу, но мне нужно время. Мне надо время, чтобы я почувствовала себя комфортно, безопасно, рядом с тобой. Я хочу, но немножко стесняюсь еще. Понимаешь? Я же женщина, а ты такой сильный. В этот момент вы уже на очень тоненьком уровне вступили с мужчиной в сексуальную близость. И он это считал. Почему? Он понял и осознал, что вы приняли его сексуальность, вы приняли его мужественность, вы приняли его силу, и он не будет от вас дистанцироваться. Он понимает, что есть женщина, которая меня хочет, но по какой-то причине у нее есть опасения. Адекватный, еще раз подчеркиваю, адекватный мужчина сделает все возможное, чтобы поступками и действиями сделать так, чтобы вы почувствовали себя возле него в безопасности, чтобы вы почувствовали себя женщиной, чтобы вы почувствовали себя личностью, не только как объект, от которого хотят близости сексуальной, чтобы удовлетворить свою потребность, чтобы я почувствовала себя женщиной рядом с мужчиной, которая рассматривает меня не только как средство для удовлетворения своих потребностей, но и видит какие-либо отношения человеческие со мной. Я уже молчу просто, как женщины, просто человеческие взаимоотношения, уважения, доверия, принятия, признания. Поэтому не торопитесь с выводами, это раз. Не строите каких-то иллюзий, не додумывайте и не предполагайте. Все, что происходит на свиданиях, в период влюбленности, страсти, руководствуется исключительно одной энергией, сексуальной. Сексуальная энергия сильная, но не самая сильная. Ей можно научиться управлять. Поэтому, так как мы с вами, люди, все-таки цивилизованные, у нас есть интеллект, давайте будем применять свои знания, применять свой разум, логику, рациональность для того, чтобы выстраивать гармоничные отношения. Поэтому в следующий раз, когда вы пойдете на свидание и будете слышать от мужчины какие-то истории о его подвигах, вы должны понимать, для чего это все. Потому что мужчины, когда приходят на свидание, они что рассказывают? Он же не рассказывает вам о том, что, ты знаешь, несколько лет назад я получил по морде от парня, который был меньше меня в пять раз. А еще два года назад я попытался познакомиться с одной очень красивой женщиной. Она мне сказала, ты не мой формат. То есть мужчины не рассказывают о своих проигрышах. Мужчины что рассказывают? Они рассказывают только о своих победах и достижениях. Пусть прошлых, нынешних. Он будет говорить вам только о том, какой он крутой. Понимаешь? Слушай, я это, у меня то, у меня вот это, а еще я был там, а еще я был здесь, а еще у меня был бизнес, но потом устал кризис, сейчас я вынужденно работаю в другом месте. То есть везде будут прослеживаться только одни тексты. Какие? О том, какой он классный. Для чего мужчина это делает? Он пытается женщине объяснить, внушить, что он тот самый сильный, за которым она может чувствовать себя в безопасности. Стоит ли верить на словам? Неа, не нужно. Почему? Это не он говорит, это говорит его член. Еще раз вам повторяю, это не он говорит, это научился разговаривать его член, который в данный момент времени хочет очень быстро оказаться рядом с вами в обнаженном состоянии. Поэтому делайте выводы, строите отношения правильно, размышляйте, не поддавайтесь на мужские манипуляции, не поддавайтесь на мужской развод, о том, как он тебя любит на третьем свидании, о том, что он понял, что вы должны быть вместе. Мужчину определяют поступки и действия. Это позвольте ему рядом с собой быть активным в своих поступках и действиях. Если он не хочет этого, это не ваш мужчина. Я еще раз напоминаю, что у нас каждый месяц проходит бесплатный онлайн-курс, я такая одна, удобная или уникальная. Это удивительная программа для каждой женщины, которая позволит вам привести в порядок свою самооценку, осознать, почему у вас не получаются отношения с мужчинами, почему ваши отношения нельзя назвать гармоничными, почему вы разводитесь, почему вам изменяют, почему вы страдаете и мучаетесь. Об этом все на курсе «Я такая одна, удобная или уникальная». Ссылка находится в описании под этим видео. Я надеюсь, этот ролик был полезен для вас. Увидимся в ближайшее время и до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok